Добрый день. С нами Давыдова Лариса Леонидовна, руководитель и тренер коллектива «Русский клуб». Расскажите, пожалуйста, вы же сегодня оцениваете, судите турнир? Может быть, поделитесь какими-то основными принципами судейства? Ну, они, в общем-то, не меняются. Это форма, это музыкальность, это динамика. А если говорить о такой особенности, то есть каждый судья, он немножко по-своему, да? То есть кто-то стоит, немножко прищурившись, да? Вот у вас есть такая характерная особенность, очень интересная, я думаю, танцоры будут узнать. Вы в полоборота оцениваете, с чем это связано? Ну, мне удобнее не наблюдать всю площадку одновременно, а отсекать половину, сначала отсудить одну половину, потом перейти к другой. То есть мне так удобнее. Спасибо. А скажите, пожалуйста, с сегодняшнего турнира радует ли вас состав участников? Какие, может быть, можете взять прогнозы? Прогнозы делать не буду, это дело неблагодарное. Состав хороший, реально хороший состав. Я думаю, что полуфинал 24 будут очень интересны, будет интрига. А расскажите, пожалуйста, о своем коллективе. Это же очень известный клуб в России и за рубежом. Может быть, немножко об истории его создания. Ну, вот в этом году мы, кстати, будем праздновать 20-летие клуба. Вернее, не в этом, в следующем году. В 12-м году на Кубке Русского клуба мы будем собирать выпускников нашего клуба. Это будет достаточно большое количество людей. Так что клубу уже 20 лет созданного еще было в те времена, когда мы танцевали с Виктором. Какой это был год? Ну, давайте отнимем 20 лет на то, что у нас получится. 1992-й. 1992-й, да. Правильно, 1992-й? Да, абсолютно. Математика и женщина. Да, и танцовая. У меня такая есть особенность. Я не помню дат вообще. И когда мне, ну, в очередной раз попросят какое-то интервью и какую-то историю о себе, расскажут или там, когда мы закончили танцевать. Это, наверное, смешно выглядит, но я каждый раз лажу по кухнам у себя дома и смотрю, когда же у меня был последний турнир, когда я закончила. То есть, реально, я не помню дат. Я не знаю, почему, мне кажется, это история, и надо идти дальше, и как-то не циклиться на этом. Ну, вот 20 лет тому назад был создан коллектив. Название у нас очень интересно. Было выбрано. Был, нет. Мы приехали, мы еще тогда танцевали, мы приехали, и был и есть такой знаменитый турнир «Россия», который проводят Юрий и Татьяна Шиверсы. И мы приехали выступать на этот турнир, он нам очень нравился, и мы поехали в ресторан. И в то время в Нижнем Новгороде была очень популярная серия ресторанов «Русский клуб». И сидя в этом прекрасном ресторане, мы подумали, а хорошее название. Вообще, простое, лаконичное, хорошее название. И вот так вот, за прекрасным ужином мы приняли решение. Тогда сидел Виктор, еще сидел Сережа Рюпин, он тоже тогда танцевал с Наташей Шаломенко. И вот тогда было принято решение назвать «Русский клуб». И это не значит, что у нас только русские, как раз состав у нас очень такой разношерстный. Но вот даже с начала создания нашего коллектива нам всегда задавали вопросы, что только для русских? Нет. Но это русский клуб. Спасибо большое. Скажите, а сегодняшний турнир что отличает его? Есть ли у него определенная атмосфера? Нравится ли вам принимать в нем участие, как судья? Наверное, ваши пары танцуют сегодня. Мне нравится турнир. Потом этот турнир проводит Дмитрий и Анастасия Циткова. Это, в общем-то, наши хорошие друзья. И это люди со вкусом, с пониманием. То есть они организовывают турнир так, чтобы это было удобно и приятно и судям, и зрителям. И танцовщикам. Это вот то, что я ценю в организаторах, да. Ну и просто это очень приятные, хорошие люди. Мне хорошо здесь. Хорошо. Спасибо большое. Мы желаем вам творческих успехов от всей души. Спасибо. До свидания.